пада начинаем сегодняшнюю трансляцию по эзотерике я постараюсь ответить на те вопросы которые вы задаете онлайн а также задавали или задали на моем сайте ну пока не моем фейсбук странице дуйко кайлас и rte в моей группе и я сейчас постараюсь на эти вопросы поотвечать также в случае если не получится ответить на все вопросы или вопрос какой-нибудь останет останется интересным то я постараюсь более подробно об этом вопросе развернуто на этот вопрос ответить и так ольга руда здрасте андрей андреевич очень рада возобновлению пятничных эфиров спасибо спасибо большой вопрос такой как вы относитесь коллекционированию старинных и не очень старинных вещей монеток статуэток предметов обихода это же возврат прошлое воспоминания способствует старению ли не имеет с этим ничего общего когда человек покупает какую-либо вещь своей жизни в случае если она дорогая то он на эту вещь копит а потом когда ее покупает эту вещь то у него это как вещь которая создает у него эффект состояния гордости за достигнутый им определенный уровень то есть это его достижение именно поэтому когда человек покупает антикварное украшение какое-либо которое дорогое то это принесет человеку помощь независимо не помощь а принесет человеку в жизни возможности материальное благополучие материальный доход и так далее в случае если вы покупаете какой-то предмет недорого и этот предмет просто валяется то такой предмет скорее всего не принесет вам никакой пользы и в дальнейшем будет наоборот отягощать ваше общее состояние недавно проходил мой семинар который назывался институт развития творческой единицы заседания и я развернуто отвечал на такую тему как же все-таки бог общается с людьми почему или что в жизни человека происходит почему мы живем в таком пространстве в котором постоянно происходят войны почему очень большое количество вирусов отчего люди умирают с чем это связано и так далее мне бы хотелось на этот вопрос дать развернутый ответ и я конечно же прежде всего задам вам вопрос скажите если взять одного человека и взять этого человека и спросить что человек чувствует на протяжении всего дня то не какой-то кусочек времени а на протяжении всего дня очень часто человек совершает ошибку он думает что бог его слышит только в тот момент когда человек обращается к нему то есть он слышит его когда он сложил руки или обращается в виде молитвы или просто думает о чем-то и в этот момент человек думает что бог слышит его только в этот момент но это существо которое слышит человека ежесекундно и он его не слышит когда человек разговаривает а чувствует его чувства эти чувства ежесекундные вот представьте себе человека который живет в обычной повседневной жизни и давайте представим что же чувствует человек человек допустим среднестандартный встал допустим женщина который там 45-55 60 лет ну или моложе 20-25 не имеет значения особого то есть эта женщина проснулась утром первые мысли которые у нее возникают так нужно расчесаться то есть что она начинает делать злиться на себя за неопрятный вид после этого у меня там не хватает денег мне нужно срочно бежать на работу а тут еще и дети раздражают и ребенок кричит он меня раздражает и так далее потом наступает в транспорте на ногу плохая погода нечего одеть и так далее вот посмотрите на это все заметьте человек раздражается давайте рассмотрим что такое раздражение меня раздражает ребенок или раздражает взрослый что я готов сделать ради того чтобы этот человек меня не раздражал. Ну, наверное, сказать ему, не раздражай меня. А если человек не понимает, то тогда что мы будем делать? То тогда у нас появится желание ударить этого человека. А если гипотетически мы его ударим, тогда что мы получим взамен? Мы получим взамен удовлетворение. Тут вопрос, отчего же мы получим удовлетворение? И ответ звучит так. Мы получим удовлетворение от той боли, которую испытал этот человек. Таким образом, можно условно сказать, что если нас человек раздражает, то мы в тот момент, когда на него раздражаемся, хотим причинить ему боль. Таким образом, если рассмотреть формат человека на протяжении всего его дня, то можно сказать, что в большинстве своем человек раздражителен, кого-то ненавидит, кого-то обижается. И по-другому можно сказать, что человек хочет чьей-то боли. Если посмотреть на мир людей и посмотреть на обыденность общую человеческую, то окажется, что в обыденной жизни большинство людей больше всего испытывают раздражительность, ненависть, злость. Они постоянно, ежесекундно раздражаются, ненавидят, обижаются и так далее. Таким образом, можно сказать, что общаясь с Богом на протяжении всего дня с помощью или с использованием своих чувств, человек хочет только одного в большинстве своем. Он хочет боли, чтобы как можно больше боли было. А теперь рассмотрим это с позиции земли. То есть, когда люди живут вот в таком обществе, в котором они живут, то эти люди в большинстве своем чего хотят? Люди в большинстве своем хотят боли. И они эту боль постоянно получают. То есть, боль происходит или появляется в виде заболеваний, в виде тяжелых заболеваний, в виде вирусов, в виде чумы, в виде ковидов, в виде войн, в виде еще чего-то и так далее и тому подобное. И когда человек говорит, в моей жизни ничего не происходит, и почему же в моей жизни все плохо, то ответ ему нужно дать такой. Скорее всего, на протяжении дня ты очень злишься. На протяжении дня ты очень раздражаешься. На протяжении дня ты очень стараешься выделить как можно больше зла. То есть, ты хочешь боли. Но раз ты хочешь боли больше, чем всего остального, значит боль тебе и дается. И тут хочется сказать, а как же молитвы, но человек же не молится целый день. Он молится какую-то часть времени. И это время, это недолгое количество времени. И в этот момент, наверное, он испытывает какие-то чувства. Ну а на протяжении всего остального дня, что же он испытывает? Вот если человек испытывает состояние от доброты, если он умудряется не обижаться на близких людей, не раздражаться, не делать гадости, не запускать огромное количество информации в интернете, которая может спровоцировать других людей страдать, беспокоиться, то, скорее всего, у этого человека в жизни будет все очень хорошо. Если посмотреть на человека успешного и посмотреть на человека неуспешного, то между ними есть различия. У человека, который успешен, у этого человека обычно нет желания. Этот человек ничего не желает. И у него это получается само по себе. А когда человек неуспешный, то у него огромное количество разных желаний. Так вот, есть секрет, если человек испытывает сумасшедшее желание к чему-либо, при этом страдает, то тогда его желание никогда не исполнится. Поэтому, если вы страдаете и чего-то желаете, знайте, скорее всего, этого у вас не получится. В случае, если вы желаете и при этом радуетесь, скорее всего, это в жизни вашей будет происходить. Вот вам ответ на то, почему у вас не получается эзотерика, почему в вашей жизни все очень плохо, откуда вырастут ноги, или, как сказал один из бывших генеральных секретарей Политбюро, а в дальнейшем первый президент Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич, он сказал, та, оказывается, вот где собака порылась. Ну вот, где-то она там и порылась. Ну что, продолжу отвечать на вопросы. Светлана Ткаченко, расскажите, пожалуйста, подробнее по обряду Пхалам, что для этого нужно. Обряд Пхалам заключается мной и с моими учениками школы Кайлас в начале года. Когда закончится этот год, я сделаю объявление о том, что я вновь принимаю человека или людей в Пхалам. Это обозначает, что я беру ответственность за действующий ваш бизнес и обязуюсь на протяжении года увеличить доход от вашего бизнеса во много раз. И в случае, и там есть условия нашего сотрудничества. В данный момент попасть в такую программу вы не можете, так как она подготавливается, я ее веду на протяжении целого года. То есть каждый день на протяжении целого года я читаю определенные мантры для тех людей, которые участвуют в Пхаламе. Что они ощущают? У них растет бизнес, он расширяется, увеличивается, появляются хорошие идеи, ну и в общем-то сам по себе человек изменяется. Сейчас попасть в Пхалам нельзя. Нелли Шевченко. Можно эзотерически повлиять на абьюзера, на психически неуравновешенного человека. Таким людям всегда хочется кричать, командовать. Они на всех обижаются, и все люди для них плохие. Ведь от этой болезни нет лекарств. И психологи все говорят, что это не лечится. Я хочу напомнить, недавно я проводил семинар, и в этом семинаре я рассказывал вот о чем. Тот человек, который нападает, тот человек, который командует, и тот человек, который кричит, чего он хочет. Он хочет, соответственно, чтобы ему подчинялись, на него обижались, его ненавидели. То есть этот человек каким-то образом хочет подчинения. Это наше видение того, что же происходит. А я вам хочу сказать обратное. По примеру своих детей. Когда я начал обращать внимание на то, как растут дети, я обратил внимание, что если у меня три дочери, они погодки. Если младшую погладить при всех, и если старшую погладить при всех, и упустить момент погладить среднюю, в этот момент, когда две дочери видят это, то та дочь, которая средняя, она начинает кричать, командовать, обижаться, вредничать. Скажите, почему? И что же она недополучила в этот момент? Это будет казаться смешным, но в тот момент, когда человек кричит, я тебя ненавижу, а ну делай, как я сказал, а ну я обиделся на тебя. В этот момент человек хочет вашей любви, он хочет вашей теплоты, он хочет вашего расположения. Вы мне не поверите, но если вы единожды пойдете навстречу и поверите мне, и будете делать, как я вас научу, то это все закончится. Человек кричит, сделай мне вот это, я сказал. Говорите, да, хорошо, любимый, все ради тебя. После чего подходите, гладите его, говорите, а ты погладь мне спинку. Или говорите, хорошо, конечно, я тебя тоже люблю. То есть вот так делайте, идите этому человеку навстречу. То есть не становитесь в позу, не начинайте доказывать. Победить это можно, только если идти навстречу. Помните, тот человек, который нервный, кричит, кидается, этот человек хочет любви, он не хочет агрессивного нападения на себя. Он, вы понимаете, можно просить любовь и это делать так. Дай мне свою любовь. Человек говорит, да, любимый, на тебе мою любовь. После этого человек говорит, да я сказал, дай любовь. Ему говорят, да пошел ты нафиг. И третий момент, а ну дала мне любовь, иначе как дам в зубы. И в первом, и во втором, и в третьем способе это желание расположения. То есть человек требует расположения к себе. Обычно это происходит так. Мужчина, допустим, который зарабатывает деньги, он очень устает, выпил где-то, пришел домой. Жена к нему не расположена. Она начинает его воспитывать, кричат. Он в голове своей думает, я ей деньги, отдаю свою жизнь на это, трачу. А дома она мне устраивает скандалы, она мне обязана вообще всем и так далее. То есть у него помутнение рассудка. И она еще на меня кидается. В этот момент она думает, я его перевоспитаю. Так вот я хочу вам сказать, единственный способ перевоспитать такого человека, это пойти этому человеку навстречу. Это пойти этому человеку навстречу, его погладить, поцеловать, обнять, сказать, ничего, любимый. Даже если он говорит глупости, ты мне изменяешь. Говорите, да, я тебя тоже люблю, любимый. Все в порядке. Он говорит, я ненавижу тебя. Говорите, ну, бывает и такое, я тебя тоже люблю. Все в порядке. Что тебе вот, салатик дать, что тебе дать? Хочешь, я расчешу тебя, давай ванночку тебе наберу. ты мой зайчик все в порядке мы вместе это переживем вместе сцепим зубы удержите в себе возможность кидаться на этого человека это единственный вариант который может помочь человеку преодолеть или вам преодолеть вот эти трудности до момента пока вы будете бороться с таким человеком вы его не победите это стопроцентно проверено вот поверьте мне не нужно меня доверять или слушать попробуйте это все использовать об этом ни один психолог не скажет вот вам и абьюзер алена не 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 синенко как повлиять на ребенка чтобы появилось желание ходить в школу и пропал страх перед школой для того чтобы у ребенка пропал страх перед школой ребенку нужна физическая активность как можно больше физической активности вот вы идете в школу а вы не идите в школу а бегите дело в том что активность обычно вернее школа или боязнь она возникает из-за того что у ребенка ограничения деятельности движения у детей это очень яркий пример вот проявляется если ребенок перед телевизором ребенок ребенок с телефоном с планшетом и так далее у него малоподвижный образ жизни у такого ребенка будет вырабатываться недостаточность кальция и у такого ребенка будет вырабатываться боязнь или состояние боязни они возникают с недостаточностью кальция будет происходить дистоническое проявление то есть такие дистонии может быть вегетососудистые и они будут вызывать выделения выделения возможных гормонов возможно адреналина спазм сосудов будет происходить и так далее так вот необходимо чтобы ребенок был подготовлен для того чтобы он был подготовлен ребенку необходимо давать кальций перед школой после этого не идти обижать и после этого когда он приходит из школы с ним тоже гулять обязательно сделать так чтобы он вырабатывал свою энергетику если это не пройдет начните давать еще и магний то есть утром вы приводите сосуды квазоконстрикции что дает ему энергетику и желание двигаться а вечером квазодалатации то есть расширить сосуды успокоит его и на ночь ему легче будет засыпать и так далее именно это и приведет и так совет такой если ребенок не хочет идти в школу то увеличьте его физические нагрузки вы будете удивлены насколько эффективно это работает ирина пландина сыну почти 20 лет хороший добрый отзывчивый мальчик заканчивает техникум с красным дипломом не дурак покрасил волосы выщипывает брови брил ноги мужском теле у него живет девушка у меня была истерика и шок через неделю он едет в москву на комиссию чтобы дали заключение на смену документов сейчас он пьет гормоны превращается в девушку я очень много смотрела слушала разных специалистов все говорят это не психическое заболевание а факт того что в физическом теле живет душа противоположного пола я очень переживаю за будущее сына я хочу вам уверенно сказать что не нужно разрушать его судьбу дело в том что никакая душа там не живет сейчас уже доказано что есть такие люди у которых есть сбой генетический и в этом генетическом сбое участвуют гормональные гормоны вернее участвует формирование сознания и так далее и мучить этих людей не стоит дело в том что есть очень много людей которые являются ну у которых были подобные ситуации как правило это люди очень талантливые это допустим сергей пенкин это ивсен лоран последователи или один из представителей dior или компании dior который в дальнейшем был художником и создал свою марку ну и огромное количество таких представителей знаете они чувствуют себя более женственными они чувствуют себя женщиной не ломайте его судьбу если ему не разрешить это делать и начать на него влиять то такой человек может закончить жизнь самоубийством наоборот примите это видимо это для вас школа для него школа не боритесь за него ничего в этом страшного нет вашем случае это хорошо вы будете еще за него гордиться не переживайте вы как мать у которой нет выбора поддержите его скажите я тебя люблю поэтому я поддержу абсолютно любое твое намерение главное не принимай наркотики хочешь быть счастливым и тебе этого необходимо для твоего счастья я тебя поддержу двумя руками это твой выбор женис алиев нас теперь пугают нападением талибов в казахстане насколько серьезно эти опасения или еще одна манипуляция нашим вниманием это еще одна манипуляция вашим вниманием эльмира садыкова можно у вас спросить у родственника не отвечаю по вопросу нас на вопросы о здоровье марина корзакова здрасте андрей андреевич подскажите пришлось одолжить деньги а человек умер что в этом случае делать кому отдавать долг его жене его детям найдите этих людей отдайте долг дело в том что если не отдать долг умер родственникам умершего человека то душа умершего может не перерождаться и быть быть злобным духом который может мешать вам жить поэтому обязательно отдайте деньги антонина тур синева я ученица вашей школы практикую шумы и на данном этапе обучения решила что нужно попробовать новое направление в жизни все сейчас сосредоточено в интернете решила освоить профессию куратор онлайн школу скажите верно ли я выбрала направление получится у меня нет к сожалению вы не сможете вас это не будет удовлетворять но знаете раз вы уже выбрали идите по этому пути но скорее всего удовлетворение от этого не получите ирина пройдя третью ступень находясь в школе агрессия ссоры сплетни возвращаются вновь и вновь насколько это опасно не справляюсь с эмоциями может пока не стоит вообще заниматься практиками чтобы не навредить себе и детям хотя члены семьи тоже ученики школы наверное я вам ответил на этот вопрос я вам ответил на вопрос того в чем вы находитесь вы просто ищите зло проявляете зло когда вам плохо и вы хотите хамить злиться то сознанием своим пытайтесь это перебороть в себе старайтесь а если вы уже это сделали то извинитесь перед человеком скажите извини меня не могу удерживаться и попросите того человека который рядом помочь вам в этом скажите когда ты будешь это видеть не конфликтуй со мной старайся быть более теплым я в этот момент сама не своя я ничего не могу с собой сделать но видимо вот такое происходит скажите для себя мой путь это путь добра я добрый добрый человек мой бог я служу доброму доброму богу и старайтесь понимать что наш путь людей света наш путь это путь в котором мы не хотим зла и наш путь это путь в котором мы не хотим чужой боли мы не хотим кого-то грызть мы не хотим писать кому-то гадости мы за тот мир в котором может быть изменения и она невозможно до того момента пока все раздражаются ненавидят друг друга бесятся и так далее это путь такой который вас все время сдвигает вниз и вы сами того не понимаю начинаете служить темным силам дорогой андрей андреевич проблема у сына со спиртным который он не принимает которую он не понимает наверное и в жизни полный ступор как будто жизнь становится ничего не происходит как помочь выйти из этого состояния каждое утро складывайте ручки вот так и произносите ты мой сыночек любимый я желаю тебе чтобы у тебя в жизни было все хорошо пусть твоей жизни будет все хорошо пусть твои дружки с пьяные от от тебя от вянут пусть тебе не нравится пусть тебе больше не нравится алкоголь пусть твоей жизни все двери открываются пусть тебе пусть девушки тебе нравятся пусть девушки на тебя обращают внимание пусть у тебя все получается в работе пусть у тебя будет радость это называется материнская молитва и вот таким образом напишите для себя текст и делайте это с внутренним ощущением того что вы видите перед собой бесконечно маленького ребенка это называется методом вымаливания старайтесь для себя взять и создать для ребенка новую судьбу вы мать связаны с этим ребенком кровью и в ваших руках полностью изменить жизнь вашего ребенка людмила ященко моя дочка собралась разводиться с мужем прожили 16 лет нет детей нет жизни складывается может она встретит свою судьбу или искать компромисс вы понимаете это компрометирующий вопрос он компрометирующий я не должен отвечать на такие вопросы потому что они касаются судьбы человека знаете вот она с ним разведется он повесится знаете ли она с ним разведется и потом вновь захочет сходиться и так далее во всем будет виноват дойку давайте сделаем так наверное людмила ященко этот вопрос он должен быть решен не нами не мной собственно не вами а ей самой давайте дадим ей шанс все-таки самой принять решение и выбрать для себя хочу сразу сказать что если бы я был на ее месте то я бы не жил с таким мужчиной но она сама пусть выберет анастасия лопухнов лопухова можно задать вопрос мне предложили работу учителям в английскую школу но обязательно условия у них поставить прививку от к вида я сомневаюсь очень хотела узнать ваше мнение идите работать школу все в порядке добрый день подскажите я на 1 обновленное что-то мне мешает идти дальше не удается прийти в норму в чем камень преткновения ваш камень преткновения в том что вы злобный человек злитесь на себя на окружающих у вас много раздражения ищите или сдвигайтесь все время в негативную информацию старайтесь больше позитива радуйтесь по чуть-чуть ваша основная практика ходить и произносите себе мне нравится то я радуюсь от того что это находите в себе вот это состояние елена москалева спасибо большое за семинары астральную магию обе части целительство знаю что вы раньше наших вопросов уже нам отвечаете в своих постах на наши же мысли спасибо вам поклоны всяческого благополучия семье спасибо арна асатурова как помочь детишкам чтобы имели интерес к учебе чтобы учились хорошо и память развивать помогите пожалуйста эзотерически есть какие-нибудь ритуалы есть ритуал вымаливания для того чтобы ребенок хорошо учился ему перед школой можно рисовать на лбу плюсика говорит чтобы поумнел чтобы поумнел запечатывая произносить пусть по математике будет больше ума пусть хорошо относятся сверстники то есть как вы запечатали его со всех сторон плюсуйте добавляйте его жизнь плюсы и проходите мою ступень эзотерической школы кайлас обо всех этих обрядах я рассказываю подробнее в эзотерической школе кайлас на первой ступени рустам а булханов скажите какое воздействие на организм и в целом несет ношение браслета из камней гематит черный агат вулканический лава и бронзит вот ответ у меня тоже есть любые камни черного цвета усиливают работают как магнит поэтому если человек носит на себе магнит черный вот смотрите сносить просто черные то черный заставляет должников отдать долги если носите на себя агат гематит то тогда должники начнут отдавать вам долги в случае если носите на себе вулканическую этот вулканическую лаву или вот есть такое вещество шунгит называется это все магниты или желе и что-то сделанное железо гематит тоже из железа то это все работает как магнит то есть начитал мантру допустим денег на такой браслет можно носить и он будет притягивает жизнь материальное благополучие а для женщины любовь или взгляды и так далее бронзит я к сожалению не понимаю что это за камень поэтому особого сказать ничего не могу возможно если он имеет черный цвет и не магнитится и в нем нет железа то можно использовать как камень для отдачи долгов я когда-то рассказывал если вам кто-то должен что-либо возьмите этого человека посадите в черный камень представьте в черном камне будто сидит этот человек прошепчите в него в этот черный камень будешь сидеть в этом агате бронзите там или чем-то до того момента пока не отдашь мне деньги или в каждую из бусин представить этого человека и сказать будешь сидеть в этих бусинах до того момента пока не отдашь мне деньги потом берете эти четкие черные допустим или бусины и говорите отдай мне деньги отдай мне деньги отдай мне деньги ну и человека это будет мучить и он будет все время думать о том как же вам все-таки отдать деньги жургита казан би чен и здравствуйте уважаемый андрей андреев почему 2 и 3 дня дня до дня рождения почти в каждом году происходят мелкие неприятности то в дом залезут то штраф то машине окно выбьет то залезут финансовый ущерб не очень большой больше эмоциональный ответ на этот вопрос есть тот момент когда мама вынашивает ребенка девять месяцев вот этот период является периодом становления жизни человека допустим от одного месяца до второго месяца это человеческая жизнь от одного года до 10 далее там второй месяц 3 это 20-30 лет если в этот момент у мамы плохое настроение если у мамы и там какие-либо потрясения или еще что-либо то это вызывает у вас в этот момент вот такие сложности или трудности особенно перед самым рождением если за три дня до вашего рождения произошел какой-то конфликт произошла ссора потрясения то это все будет проявляться вот виде таких неприятностей ну и что необходимо сделать чтобы это все закончить необходимо после таких неприятностей сказать я сделала вывод и теперь этот вывод мой и после этого такие неприятности перестанут происходить я сделала или я получила почему каждый раз когда у человека появляются неприятности человек должен сказать себе у меня сделала вывод и произнести какой вывод вы сделали придумать его что же произошло после того когда эти неприятности произошли допустим неприятности произошли и вы в семье стали ближе друг другу и сказать себе я сделала вывод за три дня до своего дня рождения я буду как можно ближе со своими близкими ну вот как то так гипотетически можно предположить раз неприятность происходит то после от каждой неприятность которая в вашей жизни повторяется связано с тем что вы должны сделать какой-либо вывод или у вас должен появиться вывод так вот что происходит последний раз что произошло после того когда у вас произошли эти неприятности видимо это сблизило у вас семье видимо кто-то там вас погладил видимо наоборот вы там на кого-то покричали какой вывод из этого всего вы можете сделать что такого уникального произошло что отличает этот день от прошлых или предыдущих и перед тем как произойдет это скажите да прошлый раз у меня были неприятности и я наконец-то сделала вывод я теперь буду теплее к близким за три дня до момента допустим этих неприятностей и так далее ну вот как то так как говорит одна из женщин которых я видел в тик токе зоя терехова уважаемая андрей андреевич скажите пожалуйста как эзотерически можно вылечить сухожилия на руке можно металлической фольгой обернуть руку и носить далее можно одеть красную нитку или синюю нитку если это колени на ногах то можно одеть зеленую нитку но на руках лучше синий здравствуйте рита шкема здравствуйте у нас в семье умирают молодые отец 58 лет мама 66 лет летом умерла моя младшая сестра ей было только 51 год почему уходят такие молодые люди вашем случае это связано с предпочтениями к определенным продуктам питания видимо много сладкого видимо определенные продукты питания которые вам как бы не подходят постарайтесь постарайтесь посмотреть чем привыкла питаться ваша семья и уберите то что вам больше всего нравится для того чтобы это с вами не происходило здрасте дорогой учитель пишет джол дазово большое спасибо за эту возможность чтобы советуете пропить стеф ничего скажите можно ли купить ваш талисман на подаренные деньги да хочу уволиться с нынешней работы ночью заниматься маникюром немного волнуюсь получится получится екатерина козинец очень интересно ваше мнение по поводу поговорки дважды в одну реку не войдешь вот если были уже отношения с одним человеком но обстоятельства заставили расстаться нужно ли возобновлять эти отношения вновь случае если мужчина ушел от женщины и вернется к ней то можно случае если женщина ушла от мужчины и хочет вернуться к мужчине никогда не возвращайтесь почему мужчины не прощают они вас загрызут они мужчины и так склонны к тому чтобы подавлять и доминировать жизнь над женщиной и обязательно обязательно этим заниматься почему но мужчины как бы такая такой элемент они больше дают знаете женщины больше принимают почему ну это связано с половыми признаками именно поэтому мужчины и женщины они по-разному воспринимают поэтому если вы ушли от мужчины и хотите вернуться то лучше этого не делайте а если вы мужчина если мужчина ушел и хочет вернуться можете смело его принимать потому что женщина умудряется принимать любого быть верными любому и так далее поэтому два раза в одну реку можно татьяна лайкова прошла ваши две ступени правда бесплатно могу я быть вы уже ученица школы я еще моя дочь хочет развестись с мужем своим встретила другого человека хотелось бы знать с кем она останется уйдет к другому ирина мишченко рада возвращению к нам очень нравится информации по instagram спасибо спасибо вопрос такой какие картины можно вешать дома с изображением воды природы как они влияют и можно на стенах фото семьи детей спасибо за ответы семьи и детей не нужно изображение семьи и детей в картине можно а фотографии нет картина может висеть изображениями всех ваших близких если она нарисована маслом гуашью чем-либо в случае если это огромная фотография не нужно это связано с тем что фотографии замедляют ток времени и могут остановить а когда остановится время то будет такое ощущение как будто в болоте моль начнет в доме заводиться начнет появляться застойная такое застойная атмосфера по и появятся люди которые не захотят добиваться чего-либо не захотят работать общий потенциал семьи может уменьшиться а в случае если у вас семья на картине изображена маслом то можно это наоборот будет вдохновлять поднимать заставлять мотивировать это как талисман вашей семьи далее а какие картины можно ну нельзя допустим море айвазовского потому что все будут постоянно ссориться какие картины вы знаете покупайте картины в которых много теплых цветов какая угодно может быть картина дело в том что люди часто они не понимают живописи то есть обычный человек начиная видеть живопись он обращает внимание на то что изображено на картине на самом деле немного по-другому нужно воспринимать живопись когда вы смотрите на картину любую обращайте внимание на теплые и холодные цвета вот обращая внимание на теплые цвета знайте что в этот момент художник испытывал состояние тепла любви теплых отношений которые передались выражение в позе а когда холодные цвета то это он испытывал холод раздражение не любовь и так далее поэтому когда вы смотрите на такие картины попытайтесь увидеть там больше теплого цвета или больше холодного вот для к для вашего для вашей квартиры хорошие картины в которых есть теплота теплота чувственность если она передается в виде изображения то изображение располагается притягивает нравится но ну может быть женщина допустим даже там нога или там в одежде без лица просто там на фоне поля там заходит солнце но она теплая вся женщина розовая даже несмотря на то что она полная а полная не передает то что это женщина полная это передает там наполненную чашу жизни это дает возможность понимать что женщина важна что много она может дать что она создает вот полная преданность полную верность уверенность завтрашний в ней и так далее вот как то так надо читать такие картины вот такие картины мне нравится я очень люблю живопись знаете когда-то уже говорил об этом очень долго наблюдая за людьми я начал обращать внимание что люди которые разбираются в живописи которые любят живопись но которые ее воспринимают именно вот так чувственно почему я говорю об этом дело в том что не стоит забывать что художник подходя к полотну не хочет передать визуальный объект его задачей является передача его внутреннего чувствования и в случае если это внутреннее чувствование есть то она скорее всего выглядит как там ощущение доброты ощущение любви ощущение человека любя ощущение милосердия ощущение и понимание того что не все потеряно и это больше теплые тона сам сама фигура или сама передача уже не имеет ну совершенно никакого значения и именно чувство необходимо создавать именно поэтому в эрмитаже именно поэтому в музеях мировых рядом с каждой картиной находится лавочка ну и конечно же такие картины как допустим там картины ван гога или мане или картины там голландских художников или даже там знаменитого репина которую обожаю или сурикова их нельзя воспринимать буквально то есть их нельзя воспринимать буквально их нужно ощущать их нужно ощущать ждать и чувствовать через холодные теплые тона через расположение фигур что же на самом деле скрывал художник и какой намек он передает в этой картине иногда подходя с такой точки зрения начинаешь видеть картину через чувство художника не обращая внимание на собственное изображение совершенно по-другому это создает открытие создает какую-то тонкость такую атмосферность и так далее ну вот где-то так конечно же когда я перехожу на сайты там где художники выставляют свои работы и читаю о том что все это за толстая кобыла здесь нарисована это всегда вызывают у меня улыбку того что это человек который это пишет скорее всего невежественные скорее всего в живописи не разбирать и к чему я веду если вы начинаете тонко чувствовать живопись и отдаете этому какое-то время то есть развиваете в себе это то в дальнейшем вы будете материально обеспеченными людьми знаете где-то так это устроено в начале я сказал вы знаете человек который вот смотрите богатый человек это тот человек у которого уже нет ни к чему интересу а бедный человек это тот человек у которого много интересов и он эти это у него возникает еще сумасшедшим желанием так вот это сумасшедшее желание плюс страдания дает ему бедность поэтому если человек в себе оставит интересы но не будет их жаждать а будет развивать себе возможность радоваться и будет более спокойный как допустим тот человек который всего добился то это и является путем к тому чтобы в жизни его появилась высокое материальное благополучие юрий сын к чему ж лыва передача экстрасенсорных в минь ведь одни ей людины до иншу и до александр пересвет огромное спасибо за ваши работы это что вы даете людям благодарен вам я смог избавиться за очень короткое время от гепатита и грыжи в желудке есть на руках анализы до и после а врачи не могут понять как такое возможно и это уже тысячный раз и вы правы если человек не понял философию и не убрал себя негативные стороны то все будет работать с точностью наоборот вы совершенно верно подметили почему-то многие забывают об этом и потом удивляются что не так недавно убедился на знакомых которые этот урок не усвоили я прохожу еще первые ступени но возник вопрос хотел бы помочь другу избавиться от очень серьезной алкогольной зависимости я не знаю причин по которым он начал пить но уже не может и дня без бутылки совсем молодой еще есть жена и дети посоветуйте как можно быстро помочь на моем уровне складывайте руки и производите вымаливания также говорите мой друг и я мой друг и я мы служим добрым богам он добрый человек я добрый человек я прошу за него я хочу добавить в его сердце доброты вообще можно ли избавить человека от алкогольной зависимости можно найдите обряд который есть у меня в ю тубе он так и называется андрей дуйко как помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости я там даю целый ряд вот таких обрядов завтра я проведу сангая скажите мне и вместе мы поможем вашему товарищу тамара л.в. наш дорогой учитель спасибо хочу сказать вам спасти хочу сказать вам спасибо наверно вы правы эзотерика управлять миром да я прошла семинар целитель не целители у меня вопрос вечером перед сном можно концентрироваться на скольких обрядах хоть на 10 хоть на 100 спасибо вам у меня все работает и даже целительство да я исцелила от аллергии клиентку то спасибо и себе помогла убрать некоторые недомогания да я уже об этом говорил эти семинары действительно очень великолепные очень рекомендую стать целителем это шесть уроков вы можете их приобрести на моем сайте дуйко гуру и стать целителем все очень эффективно до улыбки просто и не требует от человека никаких сверх уникальных знаний андрей андреевич спрашивает удар к волохина спасибо большое вам за помощь и понимание за ваши советы и вебинары посоветуйте какие мантры мне нужно читать для здоровья лауман хелена добрых и приятных вам выходных в кругу семьи мой вопрос вижу плохие сны какую читать для выздоровления ну можно читать он беканзе беканзе маха беканзе ранза самодгаты соха читайте представляете себя человеком синего цвета или как будто вы находитесь в воде и прозрачные и читайте он беканзе беканзе маха беканзе ранза самодгаты соха ощущаю свои груди состояние добродетели это поможет вам выздороветь наталья демьянова подскажите могу ли я рассчитывается деньгами покупать не для себя для своей дочери до счастливую жизнь да скажите спрашивает оксана конченко или конь скажите меня мужчина который обманывает меня мужчина который обманывает или нет я не знаю как поступить продолжать общаться или это его со стороны буферанты это с его стороны обман вы правильно подозреваете наталья савельева спасибо большое за ваш труд и терпение к нам скажите можно ли как-то узнать намерение мужа живем четыре года одна содержу нас уже подустала почему-то верю ему и сомневаюсь одновременно 28 8 сентября идти на развод а у меня нет определенного решения живите с ним он еще выстрелит все будет хорошо наташа таша существует ли понятие полукровка ну да влияет ли это на судьбу нет если влияние грегоров если судьба действительно непростая есть если доступный метод вырваться и из эгрегора и поддержка необходима есть проходите вторую платную ступень эзотерической школы кайлас я даю методы как убрать себя из влияния эгрегоров елена кожевникова на даче горели в мангале дрова и долгое время из огня горела четко выраженное лицо то ли человека то ли черта какого-то все окружение видела были удивлены длилась минут пять что это может быть дух огня очень часто дух огня появляется дух огня появляется потому что он требует чтобы ему что-либо преподнесли поэтому скорее всего вы должны или ваша семья кто участвовал должны духу огня что он хочет обычно он хочет чтобы ему дали мясо если жарите шашлыки говорите это мясо которое жарю выкуп духу огня и необходимо бросить в огонь тогда как появилось это дух огня или долг духу огню мог появиться в случае если в семье был пожарный или было кто-то кто потушил пожар то есть дух огня сжигал лес там или еще что-то и потушили водой дух огня теперь вы ему должны потому что это было его а кто-то из семьи забрал возможности и теперь он появляется и вы должны его накормить сказать но еще для того чтобы не дразнить духа огня я всегда говорю такие слова не лейте воду на огонь не делайте этого не заливайте воду огнем огонь водой потому что дух огня может стать агрессивным по отношению к вам также даже слюнями не надо затушивать свечу потому что дух огня агрессивное существо и может дальнейшем заставить вас быть должником тушите его естественным путем землей можно забросать или еще чем-либо дело в том что и огонь и вода является антагонистами поэтому дух воды и дух огня между собой разнополюсные и между собой они как бы воюющие за преимущество и вот такой дух огня если появляется необходимо ему сделать от семьи преподношения следующий раз когда будете жарить шашлык то или что-либо то обязательно бросьте туда кусочек чего-либо для вашей для тех кто умер и для тех кто жив как бы откуп и для одних и для других ольга загороднюк могу ли повлиять на левитацию животные кошка приходит спать ночью не прошла первую сиферу увидела взрыв не нужно чтобы кошки находились рядом с вами во время таких левитаций не на нет а скажите можно ли эзотерически повлиять на хороший сон просыпаюсь постоянно в одно и то же время от страшивших меня сновидений и дальше заснуть невозможно если вы завтра придете ко мне на санга я 72 я обещаю убрать у вас страшные сновидения также хочу сказать вам что в случае если страшные сновидения вам снятся я в астральной левитации часть 2 говорю о том что человек падает в нижние астральные миры и для этого человеку необходимо подниматься пройдите семинар астральная левитация 2 и читайте коды для высших слоев чтобы выходить в высшие слои лилия ярулина я начала слушать бесплатные ступени имею право практиковать коды которые выложены в ю тубе 80 магических кодов до анахид симонян как помочь внучке чтобы имела интерес к учебе чтобы училась хорошо и память развивать ответил ранее подскажите крестная мама имеет ли влияние на ребенка нужно ли детям крестные вы это вопрос не компетентный по отношению ко мне я не являюсь батюшкой вы знаете если вы нашли крестную то это неплохо дело в том что крестная случае если она верующая она может помогать вам в чем допустим отвезти ребенка в школу или забрать школу допустим там с вами что-то произойдет жизни крестная на нее перекладывается ответственность за дальнейшую жизнь такого ребенка то есть это знаете как мама только 2 подстраховочная поэтому если одна мама не может помочь ребенку то 2 может ну и это зависит не столько от ребенка сколько от крестной такая крестная она должна сама хотеть или иметь желание помогать ребенку поддерживать ребенка там где-то даже содержать ребенка вот это настоящая христианская взаимовыручка а когда там похрестили и забыли ну тогда никаких обязательств дополнительно вкладывать или возглаживать на плечи такому человеку нет необходимости светлана середа когда закрываю глаза на меня есть темноты как сменяющие кадры проплывает четкие очертания незнакомых лиц что это это мир иллюзии бояться его не нужно он ничего не обозначает людмила о некийенко подскажите как удержать представление солнечных лучей и другого побольше получается ненадолго проходите первую ступень школы кайлас там я рассказываю как удерживать как не удерживать что это обозначает ирина карьева у меня назначена операция нет не отвечаю или ира шабалина если можно подскажите как быть ниточки сине-желтые скручены между собой на левом запястье и у дочки дианы тоже ладно нам дышит боюсь скоро порвется но перевяжите все за вопросы добрый день андрей древес подскажите как правильно сказать родителям что не хочу ходить православную церковь особенно мужа мама настаивает на том что нашего ребенка необходимо причащать в целом церковь правильная и когда человек приходит в церковь он должен знать вот что если вы эзотерик но вам все равно необходимо ходить в церковь то вы можете делать так возле икон которые связаны с тем что которые связаны с тем с мучениками говорите я призываю всех своих врагов и всех людей которые хотят от меня боли появитесь передо мной мысленно после этого говорите пусть энергия боли мучеников свяжется с моим мучением в этой жизни и я это все передаю вам и после этого креститесь и говорите передаю всем кто меня ненавидит передаю всем кто меня ненавидит передаю всем кто меня ненавидит передаю притечи он богослов или еще кто-либо в помощь мне спасибо и вот таким образом делайте шепотом если вы подходите к георгию победоносцу говорите пусть георгий победоносец победит всех моих врагов и пусть помогает мне там чему-либо я добавляю или подходите этом и вот так это делать если это ребенок для ребенка делаете там креститесь говорите прибавляю материальное благополучие ребенку прибавляю свою жизнь сил прибавляю свою жизнь здоровья прибавляю когда батюшка говорит давайте причащаться то мысленно говорите спаси сохрани про себя произносите принимаю материальное благополучие принимаю здоровье принимаю силы принимаю божественную любовь вот так это верхняя часть которую люди делают а есть еще как бы внутренняя душевная часть любой религии так вот мы как эзотерики мы обычно внешне похоже на всех остальных людей мне очень нравится посещение церквей мне очень нравится общение но я не на поверхности этого всего церковь для меня инструмент где я могу либо взять либо отдать неприятности могу неприятности в церкви как бы сбросить а если мне необходимо материальное благополучие то через церковь я могу материальное благополучие в жизнь свою принести все в порядке как нужно относиться к церкви и к батюшкам тепло почему дело в том что в том мире в котором мы живем должны быть знамена идеологии к чему можно стремиться должны быть примеры и церковь в этом случае занимает позицию примера допустим родители дерутся там все в мире люди друг друга ненавидят а вот церковь она может сказать через батюшку она может сказать что иисус христос сказал любите друг друга что в этом плохого то есть это какой-нибудь это какой-нибудь маяк то есть этот маяк он может заставить человек услышать это идти в этом маяке не злиться не беситься там женщине служить своему мужу а мужчине быть верным по отношению к своей женщине не прелюбодействовать зарабатывать и строить семью и так далее любить те кто рядом находится ведь это же хорошо а кто еще научит и конечно же сейчас в мире вот проявление вот такого негативизма я вот не осуждаю этих людей есть допустим канал телебачения торонто телевидения торонто которые выпустила уже если взять и за год сколько они выпустили программ то оказывается что программы которые посвящены там политиком одному политику или двум политику были выпущены по одному разу андрей андреевич и дуйко за два месяца три раза то есть я таким образом становлюсь у них тем человеком которые им нравятся и которого они все возможно осуждают при этом если посмотреть на то что делают данные ребята журналисты то можно сказать что в большинстве своем эти люди они обучают других людей ненавидеть они сеют вражду они обзывают людей управляющих власти то есть они говорят что там зеленский какашка они говорят что политики которые занимаются враги они говорят что там люди из масс-медиа негодяи то есть они все время стараются по боль они говорят плохие слова постоянно то есть и естественная для них реакция они говорят жуй сраку то есть это край передив мужчины переодеваются в женщины это популяризирует то есть они ездили сейчас недавно к там в какую-то из областей в этой области перед мэром города мужчина переодетый женщину в больном платье бегал то есть это по их мнению очень интересно красиво и так далее то есть условно можно сказать или там маргенштерна можно взять мальчик который говорит о том что он поклоняется там сатане и при этом очень много ругается при этом вот все эти люди они они постоянно пытаются навязать идеи ненависти идеи ненависти которые будут провоцировать у людей ненависть друг другу послушайте в этом мире и так много ненависти в этом мире такое большое количество боли и такое количество ненависти что дополнительно ненависть не нужно создавать до людям нужно создавать какие-то вот успокаивающие фильмы давайте вспомним советский союз москва слезам не верит взрослая женщина смогла стать директором завода при этом нашла обычного мужчину им там было по 50 лет и они смогли создать прекрасное отношение прекрасную семью он показатель настоящего мужчины и верности но может быть как с какими-то слабостями она харизматичный человек но при этом не потерявшие понимание того что она женщина что она верна своему ребенку ребенок который разговаривает красиво и так далее то есть чему обучали людей обучали верности обучали терпеливости обучали милосердию церковь обучает верности и терпеливости а чему обучаете люди которые готовы на всех все время говорить эти гадки эти жуйте сраку это вот бабы деньги наркотики и так далее то есть они же приводят к саботажу общих моральных ценностей которые есть в этом мире они саботируют добрых людей они саботируют нравственное поведение детей они саботируют и приводят тому что люди начинают ненавидеть они как капля дегтя то есть когда человек успокоился и у него рано они специально разрывают они делают это еще и в популярной форме делая так чтобы это нравилось ну как по мне так это сатанизм чистой войны просто сатанизм то есть это люди которые сеют сеют постоянное зло я вот постоянно это вижу допустим там мат через мат алкоголь в каждом фильме мат эти но почему ругательство это хорошо ну неужели все должны вызову выживать почему куда люди ведь мы же все из постсоветского пространства нас воспитывали на стихах там вознесенского пастернак ахматовой лермонтова и так далее вот я хочу вам сказать обучайте детей самого детства стихам пусть они знают что есть теплота вот я детей своих попросил чтобы их обучали стихам там а не четыре года они пять лет вернее она читает стихи лермонтова если посмотреть на ребенка она теплая она радостная и так далее почему пусть словах находят смысл пусть в теплых словах находят поддержку пусть это все будет у них не надо терять милосердие не надо терять нравственность если это потерять то этот мир обязательно будет постоянно видеть вирусы будет постоянно видеть смерти причем самых лучших почему борьба добра и зла не нужно хотеть зла не нужно хотеть плохого я кстати когда говорю об этих людях я вас не призываю чтобы вы боролись против этих людей поверьте мне они сами найдут себе своей жизни пристанище почему бог расставляет все по своим местам без нашего на то усилия мы у нас другие задачи вот лично у меня другие я за тепло доброту милосердию милосердия я за терпимость и так далее андрей андрей здрасте не могу заставить себя заниматься уже месяц так все перепуталась голове все оставила и мне так было хорошо и спокойно не начинайте я веру не потеряла что наработала работает но одна мысль периодически приходит начинать заниматься теряя время послушайте никто не теряет время дело в том что человек думает что он может что-то накопить или может что-то изменить вы на самом деле не накапливаете а трансформируете поэтому когда вы занимаетесь у вас происходит трансформация и видимо эта трансформация любая трансформация она связана с реабилитацией именно поэтому когда человек позанимался ему не хочется то он не должен заниматься он должен сделать перерыв чтобы произошла реабилитация жизни чтобы произошло изменение человека чтобы это не было физиологически откровенно тяжелым состоянием именно поэтому я противник активных таких занятий когда люди по 10 часов занимаются зачем так происходит угнетение нервной деятельности и очень много событий вокруг появляется не нужно этого делать позанимались месяц-два месяц-два сделайте перерыв там когда вновь появится внутреннее желание вновь продолжайте это не должно быть вашей жизнью жизнь это радость и наша основная медитация нашей школы это получение от жизни удовольствие удовлетворения и чувствование того что бог нас любит и желает создавать как можно больше для нас доброты или проявленной доброты людмила дубовая скажите пожалуйста как правильно читать коды на детей семинара эзотерика для детей ежедневно или несколько раз в неделю можно несколько раз в неделю можно в пятницу прошла вторую обновленную появился новый хороший доход супер но всего четыре месяца все лето не было сил делать практике уже ответил где-то пустил ошибку ответить мария маликова каждую ночь просыпаюсь три ночи потом долго не могу заснуть и жутковатость внутри себя это вопрос ближе по здоровью или по эзотерике этот вопрос говорит о том что у вас происходит влияние на поджелудочную железу мой совет на протяжении дня пейте чай из имбиря а перед самым сном пейте чай из валерьяны если вы это будете делать ваш сон восстановится и вы не будете просыпаться в три часа дня ночи после последнего вашего целительства утром проснулась сразу почувствовала тяжесть груди увидела там громадный котел с кипящей смолой и поняла и услышала не пойму слова гемоглобин у меня проблема с низким гемоглобином я с громадным трудом медленно передвигает от котел отправила в реку и груди стало легко но все время думаю надо ли было убирать этот котел надо было в нем варился гемоглобин для меня нет в нем варилась ваше зло и в нем варилась отсутствие доверия миру когда вы вылили вы очистили и пустили туда новую энергию теперь болеть не будете от в котле нужно представлять золото тогда вы будете золотым человеком и люди по отношению к вам будут говорить вот какая она хорошая елена гал вот какая она добрая золотой человек инесса сухость это не отвечаем это не отвечаем ольга ковалева подскажите пожалуйста как помочь ребенку разговориться ребенку один год девять месяцев не говорит ни слова издает звуки и все понимает с развитием нормально нервопатолог поставила диагноз задержка речи спасибо за ответ делайте так на протяжении дня ставки как можно больше разных вкусов если ребенок будет что-либо пробовать вот смотрите поиграйте в такую игру поставьте перед собой кислое сладкое соленое там пять видов варенья допустим то варенье кислое после этого там соленая еда снова там какой-нибудь вареничка кислое из другого там подкислителя там соленый огурец и так далее и каждый день давайте пять разных вкусов в разное время чередуя одно с другим также поиграйте в такую игру песочек холодный лед горячий песок там или горячий камушек или еще что-либо и это все составит ребенка очень быстро разговаривать как это устроено необходимо найти мой семинар который называется аутизм фри там я рассказываю почему дети почему детей появляется замедление речевой речи и что необходимо сделать для того чтобы активность активность формирования синаптических связей формирования цельной речи начинала проявляться активно ну и там в общем то вы придете к тому что я все время объясняю потом рассказываю вот об этом упражнении добрый день андрей андреевич вы мне приснились с 21 на 22 таблицы с цифрами обведены в кружочек зеленым маркером середине 25 вы на это число указывали если что значит не заморачиваться не надо заморачиваться у мальчика подростка на коже появились 3 можно ли что-то сделать можно купайте ребенка в настое кукурузных рылец также нас 3 накладывайте кукурузные рыльца также уберите молочную продукцию из приема пищи и хлебобулочную ну и поменьше сладкого из 3 исчезнут она булхак срут струт спасибо за необычный сильный марафон 20 уровней спасибо правда как вы говорили что будет жизнь до марафона и после до сравниваю успехи скоро уже второго года в школе это был огромный бросок из всех состояний а ведь все еще впереди да да здравствует и процветает семья и дуйко школа кайлас и семья индов с уважением она молдова спасибо марина брайт очень рада вас снова видеть в эфирах скажите скоро ли будет у меня своя семья и дети мне уже 25 скоро да за два года у вас все решится вы красивая женщина все в порядке можно метод с раскаленными гвоздями использовать против злости человека они от навязчивой любви можно хотела узнать могу ли я за детей читать аспис нет к сожалению этот слог он только для учеников школы кайлас прошедших хотя бы первую бесплатную ступень читать за детей нет нельзя они должны быть членами рт и также аспис могут читать только люди которые пошли первую ступень не члены рт и только они как можно вы как можно вылечить рожистое воспаление на левой голени утром до восхода солнца возьмите красное полотно желательно шерстяную ткань натрите мелом оберните вокруг рожистого воспаления ну и до вечера носите ночь спите без этого а утром вновь делайте также скажите также скажите рожа в лягушку лягушка под камень камень в море и все и на этом все закончится позавидовали рожа от того что позавидовал кто-то позавидовал ах какие бедра ну все рожа жил диск или чебек кузу отличное имя буду рада быть твоей студенткой почему на ты если можно хочу спросить тебя почему же на ты ну ладно здрасте андрей андреевич я не отвечаю на вопросы если они идут через ты извините принцип светлана бронщикова у дочери на спине родинка темная круглая выпученная как грибок на очень маленькой ножке подлить невозможно мазали вашей мазью ничего не помогает можно убрать такую родинку и бородавку если смазывать если смазывать а cd первая или вторая фракция все равно полностью бородавка и родинка исчезнет проверено сто процентов хочу спросить если можно есть желание стать профессором интересно сбудется ли мое желание да я перенес сильнейшее родовое проклятие которое было на мне с рождения от него ушел из жизни мой отец 32 года биоцелитель помогла избавиться от причин объяснил что у меня был открыт черный канал в голове ушла злость недовольство зависть сейчас восстанавливать свою психику слушаю гипноз принимаю препараты ваши тф читаю мантры выполняю снг смогу ли я обзавестись настоящими друзьями и реализоваться в жизни конечно да все будет хорошо так почитаем что вы пишете во время трансляции сейчас я перейду на трансляцию в ю тубе и по отвечаю на какие-нибудь вопросы в этой трансляции отключен чат ай как жаль можно было бы ну хорошо чат есть у нас еще вебинарная комната анжела здравствуйте скажите моя дочь выйдет замуж за парня с которым живет сейчас нет добрый вечер приобрела ваше магическое масло как и для чего применять если нужно что-то продать машке если не хотите чтобы на вас влияли машки на лоб наталья хайман как правильно прошла пять ступеней шестую слушала дальше ничего не делала только выборочные коды два месяца ничего не делала можно сейчас продолжать шестую ступень можно да здравствуйте кстати шаббат шалом уже пятница кудимова ем пожалуйста ответьте ношу 2 метасоника не постоянно ночью 2 тяжело шоу рядом после операции а если рядом на прикроватной тумбочки лежат а вы их на ногу оденьте тоже можно добрый день смогу ли я заработать в новом проекте на инвестициях нет не сможете лидия поэтому не власти валентина паломарчук несколько раз проходила две подарочные ступени сейчас прохожу второй раз первую обновленную платные семинары и сангая хочу сказать что внутреннее состояние меняется появляется силу уверенность материальное благополучие значительно меняются работаю массажистом на дому но сейчас начала серьезно изучать кожевина и обувное ремесло мне очень нравится получится заниматься да это вы нашли то чем вы будете заниматься правильно правильно все супер правильно правильно да занимайтесь обязательно этим дальше гуля заинага бдинова спасибо что вы даете ответьте пожалуйста он меня замучил мой сын хочет жениться на девушке другой нации буду счастлива да смело отдавайте буду счастливы все хорошо как хорошо что вы вернулись спасибо спрашивает вероника бойко я ученица ваших обновленной ступени внесла просад очень хочу задать волнующий меня вопрос мужу поступило предложение уехать на север и получить звание стоит ли нам переезжать и получится ли там стоит можете смело ехать он действительно получит звание то что у беременно это хорошо не бойтесь смело за мужем уже почти шесть лет болезни пмж туберкулез опухоль драсте хотела уточнить заклинание от змей это кизи и лет до кизи или не путайте расскажите отличаются ли дети рожденные по программе эко с точки зрения эзотерики госпожа она век дашь именуемая в соцсетях ведомую украинскую вещунку утверждает что эти люди не имеющие души это абсолютная глупость люди которые рождаются от эко такие же хорошие люди как люди рождаются без эко человек без души такого не бывает каждый человек рождается с душой бывают такие люди которые просто на протяжении жизни разочаровывается там еще был вопрос я хочу на него ответить женщина спрашивает мой ребенок там 5 лет 10 лет очень сильно воруют школе что делать хочу сказать вам если дети воруют их нужно выглаживать вечером садитесь и гладите по ножке ты мой зайчик ты моя кися также пролечите этим детям глисты потому что я заметил что если ребенок ворует и пролечить этому ребенку глисты или глистную инвазию которую он наверняка болеет то ребенок перестает воровать я не знаю как это между собой связано но почему-то это очень хорошо работает правда шахнабад размазанова спасибо большое узнала жизнь очень изменилась хочу заниматься народной медициной получится у меня получится делая практики второй части астральной витации сколько практик с хоть 10 можно ли эзотерический цвет обуви повлиять на позитивные изменения в жизни очень хочется красные сапожки или лучше зеленые красные лучше может ли это помочь как-то человеку никак цвет обуви не влияет на жизнь человека совершенно в личном сообщении написали что я много мечтаю надо предпринимать я взвесила за и против и согласилась что могу заработать только на земле я решила заняться продажей недвижимости стать риэлтором вы написали старайтесь больше предпринимать обучаться купила курс по профессии ну и зачем вы пишете и вдруг не получится и вот как быть мне кажется и вы где-то упоминали что бизнес любит хочу я ученица бесплатной ступени ваше учение изменило мою жизни моих детей очень рада что узнала спасибо за ваш труд и доброту к нам у меня вопрос какие мантры можно читать за сына чтобы у него появился интерес к жизни может и появилась любимая женщина делайте как я сказал в начале вымаливание тогда все произойдет при выполнении обряда сжигания на свече свои проблемы вы говорили что свеча хорошая восковая не течет а у меня свеча не просто течет она рыдает рыдает проблема исчезает все в порядке можно шум для пси энергии слушать готовить пищу и дышать можно очень устала от одиночества встречу лев свои 60 доброго хорошего человека ждет да да расскажите про созвездие большой медведицы 7 звезд богов ничего об этом не знаю со звездами такими не работаю поверьте мне работать со звездами бессмысленно операции делать в ретроградной меркурий как так же как и не в ретроградной меркурий в этом году операции делать хорошо расскажите про аппарат для очищения воды вы меня компрометировать если я скажу плохо обижу тех людей которые придумали спросите об этом аппарате у тех кто его изготавливает причем тут дуйко слушайте ну зачем я вам слушала садгуру что предпринимает чтобы подготовиться в течение шести лет к изменениям которые грядут солнечными измерениями в нашей вселенной это только ментально индивидуальные или глобальные как положители так и отрицательные изменения хотелось бы узнать от вас спасибо дорогой учитель я хочу вам сказать что действительно изменения будут и они благодаря рта я будут колоссальные невероятные и мощные поэтому я гарантирую что уже через три года жизнь на земле поменяется в лучшую сторону люди перестанут болеть как-то теплее станут и мы еще увидим хороший мир людям кажется что мир гаснет и превращается в гадость какой-то не верьте наоборот все будет лучше и это будет еще на нашей памяти ничего не высохнет вулканы не взорвутся землетрясения мы еще ждем такой период который будет хорошим теплым красивым и в нем еще поживем не переживайте все будет хорошо никого не бойтесь подскажите мы начали ну и на этом наверное буду заканчивать я несколько слов несколько текстов из моей книги которая называется 303 совета для счастливой жизни открываю страницу 300 открывая страницу 64 и читать многих людей жизни научила правильно эмоционировать если человек прожил жизнь в которой не было место смеху и улыбкам то он этому не научился поэтому такой человек может во время радостных эмоций плакать не обижайтесь на людей которые не могут правильно эмоционировать смотрите насколько эти люди хорошие вообще меньше внимания обращайте на унылые лица это вас не касается следующее в любой драме и трагедии обвиняйте кого угодно только не себя всегда помните вам с собой придется жить еще целую жизнь поэтому себя не обижать далее у меня к вам огромная просьба на сегодняшний день главными поисковыми запросами являются комментарии именно поэтому если вы ученик школы кайлас если вам нравится мой канал если вам понравилось данное видео то свое спасибо или любой там что угодно а еще лучше ни одно сообщение или ни один комментарий а 10 комментариев поставьте после окончания данного вебинара под данным вебинаром это все будет увеличивать индексацию данное данного видео в ю тубе и большое количество людей начнет смотреть данное видео почему им нужно смотреть данное видео я говорю о милосердии я рассказываю о том как человек может сам себя изменить и как настроить свою жизнь таким образом чтобы в жизни было все не так как сейчас я верю в то что миром может управлять милосердие доброта я верю что мир может справиться с темными силами я верю что человек может сам измениться и изменить миг мир вокруг себя без обвинений без требований и без конфликтов это все может произойти мирно как мирный воин и нашим оружием является поддержка моего канала и моего видео я желаю всем благополучия прекрасных